Здравствуйте, спасибо за представление. Меня зовут Светлана Абдельчик, я врач-генетик. Я главный генетик федеральной сети клиник, клиника Кумина, это сеть клиник репродукции. Мы занимаемся ЭКО и пренатальной диагностикой. Я работаю в генетической лаборатории Medical Genomics, мы анализируем эмбрионы, делаем генетические тесты при беременности. Также я работаю в детских клиниках. Я изначально врач-детский генетик, классический синдромолог. И я на протяжении 10 лет работаю врачом-генетиком с нарушениями формирования пола. В том числе я смотрю у деток самого младшего возраста, после рождения, с неоднозначными половыми органами. Я консультирую пациентов, которые выросли и столкнулись с какими-то проблемами с репродукцией и с проблемами пола. И таким пациентам мы помогаем родить здоровых детей и правильно обследоваться по генетике. Есть такой анекдот, когда была объявлена лекция о любви, и люди пришли в аудиторию и очень хотели, чтобы им показали картинку. Пребывали слайды, слайды. Лекция начинает читать лекцию и рассказывает. Есть любовь к мужчине и женщине. Все кричат слайды, слайды. Слайды будут чуть-чуть попозже. Есть любовь к женщине и женщине. Все кричат слайды, слайды. Лекция говорит, нет, слайды будут немножко позже. Есть любовь к мужчине, к мужчине. И там, где слайды, слайды будут немного позже. А есть любовь к родине. Вот сейчас будут слайды. На самом деле у меня слайдов в половых органах и страшных генетических синдромов не будет, будет все очень пристойно. Когда мы говорим о поле человека, что это значит? Есть мужской пол, есть женский пол и есть такое понятие, как нарушение формирования пола, когда у нас есть неоднозначное представление о поле человека. Или есть люди интерсекс, которые не идентифицируют себя в определенном поле, как женский и женский. Чем проявляется в принципе пол человека? Это первичные половые органы, то есть это внутренние половые органы, мужчины немножко внешние, это винички, женщины виничники, то есть это основные наши репродуктивные половые органы, в которых находятся половые клетки. Они нужны нам для размножения. И матка, соответственно. И вторичные половые органы, это то, что мы видим внешне и то, что похоже на мальчика и на девочку. Есть третичная такая половая дифференцировка, это уже поведение, как ведет себя человек, с кем он вступает в половые контакты, с кем он занимается сексом, с мужчинами, с женщинами, то есть как он себя осознает в таком поле. И на каждом этапе возможны изменения генетические, возможны генетические мутации, при которых могут быть генетические синдромы. И нарушения могут быть на любом из этих уровнях. На самом деле, если мы говорим о когда формируется пол, когда закладывается пол человека, когда образуются первичные половые органы, то есть или сперматозоиды, или лицеклетки, соответственно, семенники или минутики. Это происходит на восьмой неделе внутриутробного развития. То есть если у нас есть какие-то нарушения, или изменения, или особенности, то довольно часто что-то не так пошло при беременности, еще в первом триместре, когда мама только недавно узнала о беременности. То есть это могут быть изменения, связанные с генами, а могут быть изменения, не связанные с генами. Может быть влияние каких-то внешних факторов, не хватило гормонов половых, например, и не доразвились половые органы, или не сформировался головной мозг по генетическому типу. Если говорить упрощенно. Как выглядит вообще генетика? Что это такое? В каждой клетке нашего организма в ядре есть генетический материал. Он вот представлен в виде хромосомов. В каждой клетке их вот 46 хромосомов. Все парни от мамы, от папы одна. И это половые хромосомы XX девочка и XY мальчик. Вот мужская такая Y-хромосома, которая активирует развитие мужского организма, мужской половой системы. Если что-то где-то идет не так, в сложной системе генов, то организм формируется по женскому типу. Можно, грубо говоря, сказать, что по умолчанию, по женскому. Для того, чтобы сделать мальчика, природе нужно постараться. Нужно включить большое количество каскадов, генов, чтобы они правильно сработали, вовремя, правильно сработали, вовремя сработали, в нужной дозе сработали и дальше запустились реакции. И тогда получится мальчик. Если где-то что-то пошло не так, то у нас могут быть изменения. Внешне обычно пациенты с нарушением формирования пола выглядят на самом деле обычно. И сталкиваются с обследованием генетика только когда не могут забеременеть. Или когда в подростковом возрасте не начались менструации. Или когда в подростковом возрасте каким-то образом девочка или мальчик формируется немножко не так, как ожидалось. То есть не получается. Девочки в результате, когда должны включаться гормоны и женское развитие должно быть по женскому типу расцветать, может быть по-разному. И тогда пациент приходит в генетику. А это такие классические синдромы без половой хромосомы, где есть только одна хромосома, синдром Широшевского-Тернера. Это девочки маленького роста с бесплодием и иногда с крыловидными складками на шее. А это синдром Кляйн-Фельтера, это самый частый генетический хромосомный синдром. Мальчик с лишним хромосомы. Это мальчики, у которых может быть как раз-таки генетомастия, может быть увеличена грудь. И такие мальчики не идут в армию. Их обычно обсеивают на уровне военкомата, именно потому что у них начинают увеличиваться молочные железы, потому что нарушен уровень гормон. На самом деле у таких мальчиков маленькие плотные яички. И в этих яичках не вырабатываются сперматозоиды. Но у части таких пациентов сперматогенез сохранен. И мы делаем им микрохирургическую биопсию яичка, чтобы оттуда добыть сперматозоиды и оттуда творить яйцеклетки. И вот на половых хромосомах есть участки, которые отвечают за то, чтобы развивались половые органы. На самом деле не только на половых хромосомах, но и на других. И если мы имеем такое поручение, то будет либо это будет проявляться бесплодием, либо будет проявляться невынашиванием беременности, либо неоднозначными половыми органами внешними, то есть гениталии могут быть нестандартные. Либо может, например, не быть матки, или матка может быть маленькой, либо могут не начаться у девочки менструации. И оказывается, что у нее нет яичников, или яичники маленькие, или в них там мало лицеклеток. И, соответственно, у таких пациентов изменены уровни гормонов. Вот когда приходит такой пациент, примерно такой генетик, такого пациента отслеживает и что-то находит свое генетическое. Какие-то мутации. Если приходит пациент с изменениями ориентации, то есть половой самоидентификации, когда мальчик на самом деле ощущает себя девочкой. А вот, к сожалению, у таких пациентов с генетикой все намного сложнее. А вот у этих пациентов, у которых есть там грубые нарушения, хромосомные или генные, как раз таки с половой идентификацией обычно все стандартно. То есть если это внешний вид девочки, но у девочки мужской кариотип, есть хромосома Y, и она вроде бы должна быть мальчиком, но сформировалась абсолютно как девочка. Это синдром Свайера, один из самых частых синдромов с мужским кариотипом, называется синдром Свайера. Такие девчонки вообще невероятные красотки. Обожаю этих пациентов. И у них при этом не обнаруживается маркет. И могут обнаруживаться в брюшной полости еще и единички. И таких пациентов, девочек с грибхромосомой нужно оперировать. Но девочка сформировалась как девочка и ощущает себя как девочка. Обычно мужья очень удивляются. Если мы возвращаемся к половой ориентации, то, к сожалению, обычно мы в генетических анализах ничего не находим. Хотя, вроде бы, казалось бы, да, что если у нас есть изменение половой ориентации, то это обсуждается широко общественно, что это, в принципе, генетика. И, ну, там, человек ни в чем не давал, да, это было так заложено, это генетика. Тут немножко сложнее, да, момент. Мы знаем, что от 2 до 10% людей занимаются сексом с партнерами одного пола. И половое поведение, оно идентично чаще у монозигодных близнецов, чем у разнояйцев. То есть это такие классики генетики, близнецовые методы. Как нам понять, есть генетический вклад или нет? Самый классный метод, когда у нас родились близнецы абсолютно одинаковые, однояйцевые, и мы их, да, поместили в разные условия там среды и наблюдаем за ними. И смотрим, развились заболевания, у них одинаковые или нет, есть у них какие-то признаки одинаковые или нет. И вот у монозигодных таких одинаковых близнецов половая идентификация измененная, она чаще повторяется, чем у разнояйцев близнецов. Это говорит о том, что, значит, это заложено генетически, значит, какой-то вклад генетики есть. И дальше каким образом генетики наблюдали за этим? Дальше наблюдают за семьей. Если есть семья однополая, да, мужчина воспитывает ребенка или две женщины воспитывают ребенка, чаще у них получаются дети с отклонениями, ну, да, с половой идентификацией в своем же, да, в поле. Индекс наследуемость однозначно есть, но она не велика. И этот, ну, фенотип такой, да, скажем так, признак, да, не отклонение, не забивая признак, он является сложным. Он является сложным и генетически, и сложным, в принципе, чтобы учесть разные факторы внешней среды. Эти состояния называются многофакторами. И вклад генетических вариантов от 8 до 25%. То есть остальное все на факторы другие какие-то, да, внешней среды. Генетика есть, но нет. Не все. То каким образом это изучается? Каким образом нам можно узнать, что там, что с генетикой? Вот эти 8-25%, в чем она заключается? Вот, проводятся такие вот исследования. Это полногеномные исследования-ассоциации. Берется ДНК человека и полностью прочитывается по буквам, то есть полностью прочитывается геном человека. И там пишутся изменения, строятся генные сети, взаимодействие между генами. То есть проводится такой сложный, огромный анализ. И дальше сравнивать. Нужно взять очень много людей. Например, в одном исследовании именно по половой ориентации участвовало такое большое количество людей, около 500 тысяч. И этот анализ проводится с огромным количеством людей. И люди делятся на группы. Те, у кого гетеро, ссылка гетеро-зеботная. Те, кто гетеро, да, и те, кто со своим диплом, да, занимается сетом. И эти вещи сейчас можно сделать на основании банк БАЗДА. Есть фирмы генетические, которые делают всякий генетический анализ разный. Но на самом деле, может быть, какую-то ерунду даже продает людям. Внутри генетику, как питаться по ДНК, как заниматься спортом, как там спать, гулять, не знаю, да. То есть как жить вообще все это, как будто бы в этой нашей ДНК написано. Нет, это не написано. Это такие абсолютно коммерческие тесты. И вот эта фирма, знаменитая 23 и я, она собирала, на самом деле, таким образом данные для того, чтобы делать потом вот такие научные исследования. И это вот, это очень, ну, очень ценное. Сколько мы можем посмотреть огромное количество геномов и их сравнить. И действительно выявляются варианты, которые отличаются у депресексуалов и у депресексуалов. Выявляются частые генетические варианты, влияющие на сексуальное влечение, на поведение, на свою половую идентификацию, на сексуальное фонтаби. И эти генетические варианты, как оказалось, по данным вот этого исследования из США и Великобритании, которые говорят в Литону Нейча, они также встречаются, например, при курении, при употреблении каннабиса, при у людей, которые склонны к кризису, у людей с такой личностью, как открытость новому опыту. Вот, то есть есть какие-то общие генетические варианты. И на самом деле в этом очень интересно вникать, но, к сожалению, оказывается, что разница между группами, она не позволяет нам сделать однозначный выбор по генетике. То есть эти генетические эффекты, они на самом деле у разных групп различаются. То есть если мы сравниваем гетерой гома, или, например, мы сравниваем гома с меньшим и большим количеством партнеров, то различия между этими группами, они очень разные оказываются. То есть мы на самом деле не уверены в результате. Это действительно различие между этими группами, или влияют еще какие-то другие факторы, количество партнеров, какой-то опыт, какие-то внешние обстоятельства, какие-то проблемы. Поэтому это требует действительно дальнейшего изучения, но генетические варианты находит. И когда у нас такое огромное количество генов, и мы находим варианты в разных генах, то мы должны посчитать полигенные риски и выдать какой-то генетический анализ. И его, грубо говоря, продавать людям, чтобы человек мог сдать его и понять, есть предрасположенности или нет. И вот эти риски, оценки, они в результате оказываются непригодны для точного прогнозирования сексуального поведения человека. То есть огромное количество данных анализируется, вроде бы, да, что находятся какие-то гены определенные, которые отвечают за определенные вещи, за адаптонин, за серотонин, за гормоны удовольствия, изменения в генах, которые отвечают за обмен гормонов. Но единой какой-то концепции на данный момент нет. Как еще исследовать людей? Ну, в общем, исследовать их мозги. Но у человека мы исследовать таким образом не можем, поэтому проводится в научных целях посмертный анализ. И это вообще моя такая мечта о том, чтобы у нас тоже были биорепозитории, и чтобы какие-то финансовые моменты, да, во что вкладываются разные государства, когда мы говорим о науке, чтобы люди думали об этом, о том, что нужно изучать, что происходит в тканях. И студенты-медики, да, учатся в анатомичке, на трупах, вот. Но тут, да, мы можем посмотреть действительно головной мозг человека и провести там очень разные генетические анализы и понять, в чем есть изменения. Вот такие базы есть, в которых хранится головная мозг. И действительно было показано, что у гомосексуальных людей, у гетеросексуальных людей есть различия в головном мозге и есть различия в работе генов. Так мы можем не на людях это изучать, генетику. У нас есть, например, Крисп. Вы слышали об этих системах генетического редактирования. Недавно буквально Дженнифер Гудна и Миней Шарпантье получили Нобелевскую премию за открытие генетического редактирования. Это очень перспективная и очень интересная область молекулярной генетики, которой мы тоже занимаемся. И это не для того, чтобы нам делать каких-то мутантов, не для того, чтобы нам как-то с этим баловаться. Да, это применяется и при лечении каких-то заболеваний активно внедряется. Но так мы можем еще изучать, как работают гены и как работают генетические варианты. Вот мы провели анализ этих генов. У людей выявили какие-то точки. А потом можно проверить эти точки, как они влияют. То есть можно взять модель животных, можно проводить опыт на животных, можно взять мышь, сделать конструкцию генетическую гене, мутацию, и в эту мышь эту мутацию поместить. И посмотреть, как будет себя вести мышь и с кем она будет заниматься сексом. С особенным своего пола или с особенным противоположным полом. И таких работ было проведено несколько в последние годы. И действительно выявили гены, которые связаны с метаболическими процессами, с витамина, допамина и, что интересно, почему-то воспаление. У мышей, которые занимались сексом с особенным своего же пола. Витамин, допамин, какие-то гормоны удовольствия, а еще гены, которые участвуют в обмене гормонов. В этом участвуют. Там тоже выявлены изменения. И такая интересная вещь тоже у мышей была выявлена, что изначально, когда мышь рождается у нее в головном мозге есть готовность к поведению типичному и для одного пола, и для другого пола. А потом, после этого, происходит активация генов. И как работают дальше гены, так и будет вести себя мышь. То есть это уже эпигенетика. Это не мутация, не лишняя хромосома, не выпавший там кусок хромосомы. Это когда ДНК абсолютно нормальная, хромосомы нормальные, но есть изменения в крупных эпигенетиках. Когда мы смотрим, как работает ген. Неправильный или неправильный? Он работает или не работает? Почему он может не работать? Может, свернулась эта молекула ДНК. Может быть, на нее там сели сверхметильные группы и закрыли этот участок, и с него не считывается генетическая информация. То есть вариантов там на самом деле много. Но мутаций там нет, а какой-то участок может не работать или работать меньше. Вот это такая интересная история. Эпигенетики сейчас активно пытаются использовать косметологи какие-нибудь, какие-нибудь там натуропаты, нутрицептика какая-нибудь. И на этом довольно много спекуляций. Но этот механизм рабочий, и с его помощью можно смотреть, опять же, сравнивать, сравнивать какие-то группы. И мы можем сравнить мышей, которые ведут себя стандартно, то есть они занимаются сексом с противоположным полом, и мышей, которые занимаются сексом со своим полом. И посмотреть, а как у них работают гены в головном мозге. И есть ли там различия. И действительно оказалось, что в головном мозге есть определенные зоны, которые за это отвечают. И по которым есть однозначные различия. Там гипоталамус, еще некоторые отделы коры. И гены работают там по-разному. Это отличная экспрессия при разном половом поведении. Где-то ген работает больше, где-то ген работает меньше. Когда эти гены начинают работать? Я не писала просто название гены, потому что это набор губц, цифр, и просто все высочные симптомы. Вот, да, мышка. Все. Критические периоды, когда нам важно, чтобы гены начали работать. То есть именно по половым гормонам. Это внутриутробный период. То есть я вам показывала, что 8 недель беременности уже тогда может измениться работа генов под влиянием каких-то внешних факторов, каких-то препаратов, которые принимает мама, местности, в которой находится мама. Там просто нарушается, там нет мутации, да, но изменяется работа генов. Он не вовремя включился, или он там, да, включился недостаточно этого гена. И это может привести к изменению поведения. И один из вот самых критичных периодов, которые описываются в публикациях, это период новорожденности. В период новорожденности, когда ребенок рождается еще маленький, есть такой мини-пубертат, мини-как бы период полового созревания. У всех там в 11-14 лет. Но в период новорожденности тоже есть всплеск половых гормонов. И он не зря создан, да, не просто так. Этот всплеск половых гормонов, он включает определенный ген. Он нужен для того, чтобы запустилась работа генов по мужскому типу, грубо говоря, да, то есть по мужскому поведению, ориентированному, да, там, на мужчину. И если этот момент прошел неправильно по каким-то причинам, то дальше половая идентификация будет не в стандартном поле. То есть это очень рано происходит, да. И если мы, например, видим неоднозначные половые органы, то мы стараемся сделать операции ребеночку, сделать или девушку, или мальчику, из него, ну, примерно до двух лет. Потому что два года ребенок уже начинает рассматривать половые органы, к нему там начинает обращаться девочка, мальчик, да, он это начинает понимать, он сам себя как-то начинает ощущать. И до этого времени он должен, да, мы должны правильно угадать, если это генетические изменения. Вот то, что касается такого, да, изменения ориентации сексуальной, это тоже закладывается вот так вот рано. То есть в период новорожденности изменение работы генов, и, соответственно, дальше человек себя ощущает в другом поле. То накладывается куча разных внешних факторов, которые это тоже как-то меняют. Среда играет большую роль. Как в какой семье растет ребенок, куда он входит, что он видит, с кем он взаимодействует. На самом деле эти факторы все однозначно влияют. Поэтому система многофакторная, не работает она, к сожалению, вот так просто. И еще есть вот этот период полового созревания, то, что я вам говорила в начале, что когда в подростковом возрасте происходит пубертат, да, происходит гормональная перестройка, в этот момент часть людей может, да, поменять что-то, потому что неправильно включились, ну, как бы не то, что неправильно, да, нестандартно включились работы генов. А именно вот эти гены, да, которые в прошлом году, да, изучали вот на мышах, это гены, которые отвечают за обмен гормонов. Это эстрогены. У меня внезапный последний слайд. Что мы должны вынести из этой лекции? Что мы должны вынести, что нет, к сожалению, гена гомосексуального поведения. Нет, это не однозначное состояние. Есть генетический вклад, да, ну, примерно 8-25%. То есть большинство все-таки факторов, большая часть факторов, это факторы внешней среды. Когда они срабатывают, эти факторы? Возможно, еще во внутриутробном периоде, или в периоде новорожденности, или в периоде полового созревания. То есть не факт, что эти факторы повлияли во взрослом возрасте, и человек вдруг стал ощущать себя в другом поле. Нет, это обычно все-таки происходит с детства. Я не эндокринолог, поэтому таких пациентов я не веду, я только вот про генетические аспекты могу рассказать. А про какие-то лекции поведения больше это эндокринологи. Значит, генетического анализа на сексуальное поведение не существует. Это многофакторное состояние. Есть факторы вены, есть факторы внешней среды. Для чего это надо понимать? Чтобы понимать, что не нужно бояться каких-то там парадов, если почему-то человек настроен каким-то скептическим образом к половому поведению, когда люди, да, занимаются сексом с особями своего же пола, да, и такие люди почему-то скептически к этому настроены. Хотя у генетика совершенно по-другому голова работает, то есть мы не воспринимаем это как что-то такое странное, да. Но есть такие люди, да, которые боятся, что есть какая-то пропаганда, и это что-то навяжет, да. Но мы помним, что должна быть еще какая-то генетическая предрасположенность, что у нас есть гены, и действительно человек, на человека можно повлиять, если он к этому готов, если есть генетическая предрасположенность. То есть, значит, человек изначально был к этому готов, значит, это изначально было, да. Но нельзя забывать про факторы внешней среды. То есть все-таки мы отличаемся от мышек, мы не так примитивно устроены. Люди – это существа социальные и социально очень зависимые. Мы зависим от мнения, от внешней среды, где мы находимся. И от каких-то психологических травм мы можем больше зависеть. Поэтому фактор внешней среды тоже может, в принципе, наверное, перевешивать. Это нужно изучать дальше. То есть то, что мы выявили генетические какие-то моменты, предрасположенности, это не значит, что приобретенный признаков прям вот не бывает. Тоже такой вывод делать будет неправильно. Как, да, понимать тип ориентации? Это особенность работы гена головного мозга. Это мы туда разобрали. Есть связь с восприимчивостью гормонов. Если смотреть, какие гены, то ген, например, рецепторов гормонов. Это как ключик к замочкам. Гормоны есть, тестостерон вроде бы есть, но тестостерон должен к чему-то приложиться. Если рецепторы гормонов изменены, их гены работают неправильно, то этот гормон не влияет достаточно. Почему тестостерон? Ну, например, тестостерон – это основной гормон, который влияет во внутроутробном периоде. То есть еще 8 недель беременности, когда формируются мышечные половые органы, для того, чтобы они правильно сформировались, нужно, чтобы хватило тестостерона. И под его влиянием все формируется. Если рецепторы не воспринимают это, тогда будут изменения. Когда это закладывается, да, внутроутробный или младенческий период, то есть, как правило, период новорожденности, выбор ли это человека? Вот это очень сложный вопрос. Когда думаешь о генах, о генетической предрасположенности, кажется, что это не выбор человека. Да, но на самом деле это неизвестно. Мы видим, что в периоде новорожденности у ушей изменяется работа генов в головном мозге, и они потом ведут себя по-другому. А может ли работа генов измениться в более позднем возрасте? Может ли это произойти под влиянием каких-то внешних факторов? Или может ли человек себе дать какие-то установки, да, и сделать какой-то свой осознанный выбор, а потом вот эти экспрессии генов подстроиться под него? На самом деле на эти вопросы, ответы, мы не дали вот такие огромные исследования генетические. И в результате, да, в большинстве случаев хочется ответить, что это не выбор человека, это, да, изменения гормональные и даже просто изменения восприимчивости гормона. Вот, но неизвестно. Может быть, человек делает в каких-то случаях свой выбор, а вот эти изменения, которые мы видим в головном мозге, они вторичны, они потом подтягиваются. И основной вывод, который могу сделать как врач-генетик, который работает с разными пациентами и с литературой, это то, что нужно дальше проводить исследования для того, чтобы однозначно ответить. Задача, которую вы передо мной ставили, я хотела называть, да, это секс-генетик и рок-н-ролл, но секс-генетика с сексуальной ориентацией, в общем, она довольно сложна. Сексуальная ориентация и не однозначно. Есть генетический вклад, но есть факторы внешней среды. А дальше давайте общаться. Спасибо большое за возможность выступить и задавайте вопросы и по нарушениям формирования пола и по половым органам врача-генетике. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу формирования плода, то, что вы рассказывали, и по поводу алкоголя. Если мать до того, как вообще завязался там плод, часто употребляла алкоголь, это будет влиять на генетику ребенка или нет? На самом деле нет. Если мы говорим об алкоголе, влияет алкоголь при беременности, при натально, да, а до беременности нет, это не влияет на генетику. То есть на генетику могут влиять довольно серьезные вещи. Обычно это облучение, радиация или химикат. То есть алкоголь может повлиять на общее состояние организма, на качество половых клеток, но сделать мутации в половых клетках, в принципе, он не может. Что вы говорите? А наркотики могут. То есть это уже считается какым фактором риска. У меня есть пациенты, которые имели истории с приемом тяжелых наркотиков, и у них теперь все эмбрионы имеют хромосомные аномалии, и у нас не получается сделать здорового ребенка, потому что самостоятельно, когда они беременную, у них выкидыши, и когда мы смотрим эти материалы выкидыши, там выявляем хромосомные аномалии, мы делаем и постгенетической диагностики эмбрионов, чтобы выбрать здоровый, перенести полость матки здоровый, но не находим. В сумму практики у меня было две таких семьи по наркотикам, и в принципе в литературе это описано. Что ребенок унаследует зависимость. То есть это другой вопрос. Да, есть вероятность, есть генетическая предрасположенность к алкогольной зависимости, и такое может быть. И в общем-то, наверное, вы видели такие семьи, когда, знаете, когда это можно видеть, когда берешь ребенка из детдона, да, и если мама принимала алкоголь, там при беременности, или родители были алкоголики, то можно иногда увидеть вот эту историю, когда ребенок вроде бы растет в хороших условиях, но все равно генетическая предрасположенность срабатывает, и когда наступает там период пубертата, после пубертата начинается прием алкоголя, то есть начинается склонность к каким-то зависимости. Это и определенный тип нервной системы, да, то есть определенная склонность к работе генов, да, нервных синапсов, и еще определенный склад ферментной системы, то есть каким образом печень перерабатывает у нас алкоголь, как работают ферменты, алкоголь для бибриденаза, это тоже, да, такая вот семейная предрасположенность есть. Но какого-то одного гена и анализа на предрасположенность алкоголизма нет. Ну да, хороший вопрос. И именно на ориентацию, возможно, да, влияют какие-то факторы, возможно. Я не могу сказать, что они однозначно установлены с хорошей доказательной базой, но гормоны, которые принимает мама или гормоны, которые вырабатывают организм мамы, они влияют на формирование вторичных половых признаков, например. То есть если у мамы адреногенитальный синдром, высокий уровень как бы, да, мужских половых гормонов, есть такие девушки, у которых склонность к акне, то есть так, прыщи, да, вот могут, волосы быть, да, избыточные на лице, там, на животе, вот, да. И есть такое, да, состояние гипернабинения, и тогда много мужских половых гормонов. Вот. Это может влиять на формирование половых органов у ребенка. Ну, соответственно, на мозг, наверное, тоже может влиять, но нужно, чтобы, я не удумывала, нужно, чтобы были проведены исследования, и это было доказано, тогда я вам это расскажу. Ольга пришла, врач-генетик из перинатального центра, из медик-генетической консультации, очень приятно. Ну, если срывай куда-то перемещается, то у нас получается не очень хорошая история. у нас получается девочка с венечкой уже вообще. Вот. Короче, зачем нам нужен срывай? Да, он находится на Y-хромосоме, и считается, что он вообще ответственный за то, что будет мальчик. Вот, срывай, вообще, когда мы там смотрим мальчик, девочка, срывай. Все, вот этот регион, он на Y-хромосоме. На самом деле, для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы включить ген SOX9, который находится на хромосоме 17. То есть, если срывая нету, все равно может быть мальчик, потому что включится тот ген, который эволюционно более древний, чем срывай, и его включат какие-то другие факторы. Вот. Поэтому, в принципе, без срывая можно обойтись, но только здесь есть ZF-локус, который, да, ну вот короткое плечо, ладно, отвалится у Y-ка. А длинное плечо, вот эта вот вся часть длинного плеча, это АЗФ, фактор азооспермини, то есть он отвечает за выработку сперматозоидов. Если вот этого участка нет, тогда у мужчины сперматозоидов нет, они не вырабатываются. Поэтому вот это, наверное, да, вот этот регион, если встроится в другую хромосому, то, в принципе, может, наверное, Y потеряться. На самом деле нет вот этого истории, что у женщин 2X хромосомы, и женщины это просто суперсущества, а у мужчины вот одна X хромосома, только одна, а вторая, это люди в школе рассказывали, я думаю, я знаю, в школу приходили, там, кстати, просвет был, мадам приходили, у них такая маленькая хромосома, Y, они ущербные. И вот она тут даже и потеряется. А у женщины вот 2X хромосомы, женщины прям суперсущества. На самом деле такого нет, вот эта вторая X хромосома, она сворачивается в части клеток, она инактивируется. Если мы будем смотреть, возьмем со скобса щеки, палочкой поскребем, на предметное стекло, окрасим и посмотрим в микроскоп, то можно увидеть тельце бара, такие кругляшки, по большему увеличению, это свернувшаяся вторая X хромосома. Она свернулась, эти гены не считываются. И в разных клетках у женщины то одна сворачивается, либо одна хромосома свернулась, либо другая. То есть они инактивированы по-разному. Это один из факторов, который защищает женщин от каких-то болезней, которые связаны с X хромосомой. Если есть какие-то мутации, то этот X хромосом может свернуться и будет работать с хромосомой здоровая. Вот, поэтому у женщины тоже работают, в принципе, не в полную силу, да, две хромосомы. Спасибо за лекцию. Хотел уточнить такой вопрос. В каком возрасте эффективно произвести генетические манипуляции с человеком? То ли это плод, то ли это взрослый. Если это возможно уже в сознательном возрасте, то какая вероятность успеха в этой манипуляции? И третий вопрос, отекающий. Скажем так, какая средняя скорость действия этой манипуляции от момента ее произведения до того, чтобы получить результат, который мы хотим получить? О какой манипуляции речь? Ну, не принципиально. Но можно про половую тему. Если вообще в общем. То есть зависимости от того, на что мы хотим повлиять, влияет ли возраст человека, или это все должно быть во время полового созревания, первые восемь, первые два года половое созревание и утроба. Либо, если я хочу там что-то генетически изменить, ну, допустим, избавить человека от какой-то болезни. Это передающий генетический. Я могу это только в определенный момент или в принципе на всем промежутке времени это исправить. Либо внедрить ген того же, устойчивость какой-то болезни. она только на этапе зарождения плода или в принципе это как вакцинацию можно провести только генетически? Поняла. Да. Классный вопрос. Это вопрос все-таки ближе к генетическому редактированию. То есть если мы делаем какие-то манипуляции, то мы возвращаемся к этой теме генетического редактирования. то есть раньше это были там векторы, там центровые пальцы, сейчас разные вот эти фисперы. И действительно мы можем вносить изменения в человеческий организм и во взрослый организм. Не обязательно это период очень ранний. Есть ряд заболеваний, при которых применяется лечение ну как бы генетическое. Это например онкогематология, рак крови или некоторые заболевания глаз наследственные. Когда мы знаем мутацию и мы можем эту мутацию пытаться исправлять. Но пока это такая развивающаяся история. Если это взрослый человек, то ему периодически нужно вводить и препараты. Это препараты очень дорогие и они имеют свои побочные эффекты и в общем многие из них на уровне экспериментальных. Люди просто пока этим пользуются потому что другого лечения нет. Потому что генетические заболевания часто не излечили. Но вообще сама технология до конца недоработана. То есть нам нужно быть уверенным, что мы исправляем то, что хотим. Вообще кликтер он действует по типу ножниц генетических режет ДНК в каком-то месте. А дальше мы уже можем что-то строить в этом месте. И он может порезать где-то еще. То есть это называется эффект опт-таргет. От них полностью пока не избавились. Хотя очень большой успех в этой области. Если он порежет еще где-то ДНК, туда может что-то другое встроиться. И мы можем получить, вылечить, привить человеку устойчивость к ВИЧ и при этом получить шизопринию внезапно. Допустим. В общем не с потолка взят пример, мартыш показывали именно развитие психических тяжелых заболеваний как осложнение применения методики. Поэтому нужно быть аккуратными и бывает так, что не все клетки получается отредактировать. То есть эффективность не стопроцентная и эффекты побочные тоже недостаточно илучная. Но развивается стремительно на самом деле и есть уже отработанные какие-то вещи. Если мы говорим о каком-то очень раннем сроке, то это сложно. То есть при беременности это, естественно, не делается. Пытались сделать на эмбрионах и вообще вот это такая история хайповая, когда мы делаем ребенка, пытаемся сделать ребенка на заказ. Сделать ему глубокие глаза, какие-то голосы и защитить его от каких-то болезней. И эта история пока запрещена везде. Ее можно отрабатывать, но в клиническую практику ее нельзя пускать. в Китае была вот эта история, когда родились близняшки, когда им сделали генетическое редактирование и сделали устойчивость к ВИЧ. Непонятно, для чего это было сделано, то есть, видимо, просто потому, что очень хотелось. Просто они почесались, просто в тюрьме оказался ученый китайский, который провел и очень громкая история была и очень большое обсуждение в мире вызвало то, что в России пытаются этой историей заниматься, но русские ученые стали поспокойнее в своих заявлениях и никого в полосматке не переносят. Но на самом деле эта история отрабатывается. То есть, если так грубо поговорить, то когда это будет разрешено, мы должны быть к этому готовы. Отрабатывать все равно люди на самом деле будут в лаборатории на эмбрионах, которые или отказные, или когда покупаются лейцеклетки сперматозоиды, донорские для научных целей, это отрабатываться будет. И я боюсь, что это гад но этические вопросы есть, поэтому врачи генетики очень надеются, что это все не будет развиваться стремительно и будет тормозиться этическими комитетами. Скажите, стоит ли делать генетические тесты, если ты чувствуешь себя хорошо, все в порядке, или нет? генетические тесты для здоровых людей это развлекательная генетика, то есть они могут рассказать о том, как питаться, как заниматься спортом, какие есть таланты даже, что-то такое, но на самом деле это история из разряда прочитать гороскоп в газете. Но у меня просто есть очень классные фирмы такие с шикарным маркетингом, с очень красивыми коробочными тестами, и там вроде бы неплохие ребята работают, с которыми я тоже дружу, и постоянно рассказываю, что извините, это маркетинг. Меня за это не любят. У меня вопрос про синдром дауна. влияет ли на возникновение этого синдрома поведения родителей, вообще какой-то бэкграунд родителей из того, что они сознательно могли делать или жить в какой-то среде, либо это все происходит случайно, и почему с возрастом у женщин возрастает риск родить ребенка синдром дауна, или атомии. Из поведения не влияет ничего, никто не виноват, это случайность, от которой никто не застрахован. В любом возрасте может случиться ошибка в половой клетке женщины, в 90% это ошибка в яйцеклетке, они в сперматозоиде, в сперматозоидах тоже бывает, но реже. У мужчин сперматозоиды проходят какой-то все-таки естественный отбор. то есть наружу выходят сперматозоиды, те, которые прошли уже какую-то цензуру по генетике. Ничего не влияет, влияет возраст, возраст действительно влияет, то есть влияет в принципе то, что мы люди, у нас механизмы расхождения хромосом, они несовершенны. И с возрастом эти механизмы ухудшаются, то есть заканчиваются некоторые вещества, то есть они становятся меньше, происходят возрастные процессы, и поэтому случаются ошибки чаще. У нас в каждой клетке 46 хромосом, вот они, 23 пары, 46 хромосом. вещества клетки, вещества метазоиде изначально тоже, там 46, и клетка должна пройти какой-то цикл и отдать по одной хромосоме из каждой пары, то есть хромосомы вот эти, они должны разойтись, происходит расхождение хромосом. Синдром Дауна это не расхождение, когда не 23 хромосома, а 24 ушло на творение, то есть одна хромосома лишняя потянулась, да, и есть в общем-то такая вот сюда это перетяжка уз хромосомы, короткое плечо и длинное плечо, и вот за эту талию растаскиваются хромосомы клетки к полюсам, то есть на ней есть определенные вещества на этой талии, там когезин, например, за него хватаются нить, которые тянут, нить веретиноделения. С возрастом нить веретиноделения могут ослабевать просто, да, и натяжение может меняться, и вот эти вот вещества, которые тут, за которые хватаются, да, то есть захват, они тоже могут потихонечку истощаться, и поэтому не получается вот этой цепи, то есть она не зацепилась и какой-то хромосомный ушло. Это такая случайность. С возрастом это происходит чаще, и в молодом возрасте это тоже происходит чаще, потому что процессы еще не совершенны. То есть есть такой еще, да, такой график, да, он не такой, а вот такой. То есть в возрасте там до 20 лет риски на самом деле тоже повыше. Для генетики возраст такой, деторождение самый классный, от 23 примерно до 34 лет. То есть 10 лет там такие самые низкие риски. Ну да, да. Да, это называется неонатальный скрининг, когда ребенок рождается. Вообще скрининги проводятся до беременности, при беременности и после рождения. То есть вот это неонатальный скрининг, когда уже родился ребенок. Он проводится по умолчанию в роддоме всем детям, которые рождаются. Берутся кровь из пяточек и отправляются в медико-генетическую консультацию. Они делают анализы на ряд заболеваний. Не на все, на 5 у нас делается, но этот список расширяется. В Москве, например, делается еще тандемная масс-питометрия, которая выявляет еще несколько десятков заболеваний, которые можно лечить. А генетические скрининги для новорожденных, полное сегменирование генома, это обсуждается и это пробуют делать в мире. Не у нас, а в принципе пробуют. Но с этим есть ряд моментов. Потому что должна быть защита от данных. То есть вот эти все предрасположенности, если об этом узнают потом работодатели, о том, что у человека какая-то предрасположенность, которая вообще может никогда не реализоваться, если эти данные куда-то попадают, ими кто-то может воспользоваться. И это может привести к дискриминации человека. То есть вот этот момент обсуждается. И можно найти находки какие-то, на которые не рассчитывал. То есть предрасположенность к какому-нибудь раку или к чему-нибудь такому, которое то, что повысит тревожность, но то, что скорее всего не случится никогда в жизни ребенка. То есть на самом деле у человека нет чистых линий, чтобы мы, как у мышей, чтобы мы были полностью без мутаций. Каждый из нас вносит в себе какие-то мутации, и они могут никогда не сработать. Вот, поэтому что я сделала? Я работаю в Москве в детской клинике, в ДОК-дети, и там мы решили сделать натальный скрининг генетический, но выбрать конкретные гены. И выбрали действительно около 300-400 генов заболеваний, которые потом разорваются у детей. И на эти заболевания мы можем повлиять. Их есть смысл проверять. И вот можно с новорожденным прийти, да, задать такой тест. И если мы вдруг поймаем какое-то заболевание, мы успеем что-то сделать рано. Вот такую историю в Москве я спробовала с прошлого года. Пока именно по этому тесту мы ничего не поймали. Вот, но еще вводится тест на спинальную мышнотрофию, да, вот обсуждается для того, чтобы рано назначить лечение, потому что есть как раз-таки генное вот это лечение с системами генетическими, да, редактирования, основанными на этом. И если это рано до симптомов начать, тогда эффект будет лучше для ребенка, потому что спинальная мышнотрофия – это очень серьезное заболевание. Еще 10 лет назад, когда я консультировала таких пациентов, где так выявляла, они у меня все умерли, а сейчас собираются какие-то сумасшедшие миллионы, то есть сотни миллионов, да, на один укол, который нужно сделать и спасти ребенка. Он не всегда работает так, как хочется, то есть есть определенные, да, трудности, если это выявить вот прямо ребенка, то можно, ну да, попытаться помочь. На самом деле даже вот не в этом дело. Вот огромное количество детей, которые, ну, собирают сейчас в мире деньги на препарат золбинсма, который стоит очень дорого, дети со спинальной мышнотрофии, они, 98% этих детей, они могли бы не родиться, это можно было узнать заранее, то есть если бы родители, я не обменяю родителей, я просто, да, информирую, да, например, что вот этой всей огромной истории можно было бы избежать из ста детей, 98% могли бы не родиться, если бы родители запланировали беременность осознанно. То есть можно сдать себе анализ на спинальную мышнотрофию, потратить 100 долларов и сдать этот анализ. Он не меняется в течение времени. Если у себя найдено носительство делеции, да, и у мужа найдено носительство делеции, все, мы можем делать сразу здорового ребенка. Можно беременеть самим, прерывать беременность на ранних сроках, но можно делать более, да, цивилизованный гуманный метод, это и постгенестическая диагностика эмбриона. Для таких пар у нас даже выделяются квоты с высоким риском, и государство оплачивает процедуру ИКО. И можно было узнать заранее. И мне очень всегда вот вольно смотреть на то, что куча волонтеров пишет, то есть куча людей вообще. И мы там все деньги эти перечисляем. И огромное количество информации. Сколько валится сообщений, да, сколько всяких публикаций. Нигде ни в одной нету такого, да, что сдайте анализ до беременности, пожалуйста. Да, не после рождения ребенка, а до беременности. Себя проверьте на частые генетические заболевания. Это просто, это доступно, это делается в разных генетических лабораториях. И вдруг, если вы выявите какую-то проблему, то с генетиком вы ее решите и сделайте так, чтобы не родился ребенок с такой патологией. Национальность, поняла, сейчас. Тут вопрос про психологию. Да, у нас просто такая вот тоже психология, когда генетик пугается, но это не случится там все. Вот, да. Но сейчас начали видеть детей с патологией. Если на Западе это более как-то, да, развито и дети с патологией, они инклюзивно так встраиваются в жизнь общества, да, то у нас как-то принято было таких детей все-таки прятать. Обычно такая история, что папа уходит, мама сидит с ребенком дома, и все ее цепляют, и в кафе там бесконечно пишут какие-то эти истории, там, в журналах, в новостях, что кого-то в кафе отругали там с аутизмом ребенка, и на том, что это высказали из-за истерики. То есть такое, да, общество, оно в принципе не настроено на какой-то негатив. То есть, да, в России и вообще в странах СНГ у нас такая есть особенность, что работают только с пациентами, у которых уже возникли проблемы. Какая-то превентивная медицина плохо развивается. Но сейчас начали показывать детей, и сейчас прям появился поток людей, которые приходят к генетику, чтобы мы нарисовали родословную, чтобы мы посмотрели там, расспросили, где, что было в семье, какой тест лучше создать. И обследуются до беременности, и часть таких пациентов не являют какие-то риски, и не избегают рождения больных детей. Культура планирования беременности, она появляется. Что касается тестов на национальность, на гены родословных, на самом деле такая история есть, и определяются гоплогруппы, то есть какой-то генетику человека, который чаще встречается в какой-то местности, а в какой-то местности встречается реже. Это довольно древние такие вот эволюционные штуки, то есть это показывает, как расселялись народы, в принципе. Все пошли в Запад и дальше расселялись к земному шару, и генетически немножко менялись. Но менялись на самом деле не так уж сильно. и различия не такие большие. Что хочет видеть человек, который сдает этот анализ? Он хочет видеть график стопроцентный и знает, что на 20% он грузин, на 10% он русский, на какой-то процент он итальянец. Оно так не работает. То есть нету русского гена, нету украинского гена, нету немецкого гена. У всех есть какие-то особенности, и не различаемся мы так сильно. Как интерпретировать такой анализ? То есть будет там какой-то набор точек генетических, и будет написано, что вот эта вот гоплогруппа встречается вот в Италии или в том регионе у 60% населения, а вот это там у азиатов в таком проценте, а это у евреев. Что из этого следует? Ну, в общем-то, ничего. То есть, в принципе, часто разочарование приходит после того, как мы сдаем такие тесты. Если это не коммерческая лаборатория, которая не рисует то, что ожидает увидеть человек. Есть такие лаборатории, которые делают красивые тесты и делают вот эти вот 100% и говорят, что вы там на 100% какой-то процент такой-то национальности. Это некорректная история. Это неправильно называется. Вот, но издавать можно. Там у евреев особенно есть такие свои гоплогруппы, но опять же, зачем все равно в Израиль с этой гоплогруппой не переедете? Все равно родственников придется искать. Спасибо большое за лекцию. Было очень интересно. У меня вопрос по психическим заболеваниям. Есть ли какой-то ген, который отвечает за появление таких заболеваний? И если да, то можно ли это как-то отредактировать? Спасибо, вопрос. На самом деле шизофрения имеет такую высокую наследственность, если да, серьезные психические заболевания. Но гена шизофрения нет, и есть ряд генов, полигенные заболевания. Все психические заболевания такие. Есть некоторые формы расстройства аутистического спектра, то есть детского аутизма или взрослого аутизма, которые больше связаны с каким-то одним геном. Таких форм очень немного. То есть, например, из всего аутизма, из всех расстройств аутистического спектра только 10% максимум это генетика, не больше. Остальное это влияние внешних факторов, и генетически мы ничего там не находим. С психическими заболеваниями в общем-то сложно. Моногенных форм, так чтобы это был один ген, практически нет, очень мало. Да, он наследует. И самая беда, что мы не можем с этим ничего сделать на данный момент, то есть мы не можем не отредактировать, мы не можем не посмотреть при беременности это, мы можем посмотреть это эмбрион. Это эмбрион. Это эмбрион. Это эмбрион. Да. Ребенка-то планируем, да. А по поводу шизофрении, вот была же такая история с аутизмом, в общем-то как бы бума аутизма, да, вроде бы такой графики, да, такие, что растет, у нас есть рост аутизма, при этом если смотреть график диагноза шизофрении, она наоборот снижается. То есть диагностика, лучше диагностировать стали состояния, то есть то, что раньше называлось детское шизофрение, теперь называется расстройство аутизмического спектра там какой-то, ну какое-то, и такой человек направляет, не глушится препаратами там, да, а направляется на поведенческую терапию, которая в ряде случаев очень хорошо работает. И, да, выводит человек в очень хорошее состояние. Вот, принимаем беременность планируем, если принимаем какие-то препараты, то смотрим тратогенный эффект, если эти препараты вызывают пороки развития у плода, или их там может быть не принимаем какой-то период, или принимаем под прикрытием других препаратов, или меняем на что-то, не снижаем дозы, то есть обсуждаем первые препараты, и второй момент, при многопакторных заболеваниях есть еще такая история. У нас есть? Нет? Вообще нет? Ну, ладно. Друзья, спасибо за ваши вопросы. У нас, к сожалению, уже закончилось время. Давайте поблагодарим вектора. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...